Расскажите о предвоенных годах. Предвоенных годах? Предвоенных годах, конечно, пока отец был дома, все было нормально. Ничего не нормально не было. Я имею в виду. У нас, собственно, все началось с того, что раскулачили родительских родителей. Раскулачили. Их признали как единоличники. И все отобрали у них. И они пошли, дед с бабкой, по миру, по свету скитаться. И мы даже не знаем, не мама не знала, мы не знаем, где они почти. Короче, младшая осталась детьми одна. И беременные ее выгнали, уже с четвертым выгнали. Тоже с ним вместе, с бабкой и с дедом, и с дома. Погромче, пожалуйста. Ей надо было возвращаться к отцу. А у отца своя большая семья. Так что там... Их тоже раскулачили. Ну да, ну тоже раскулачили. Короче, сюда зернышко тогда выгребали, и голод начался. У нас пять человек... Пять человек, родственников, ушли в Голодовку. И в итоге к войне мама осталась совершенно без помощи. Она единственная с нами, с семерыми, с детьми осталась нас выхаживать. Короче, отца взяли на фронт. И она с нами одна, мучилась вот всю войну, и все послевоенные годы мы тоже с ней мучились, и она с нами. Побирались, и обрабатывали богатых. И не одет, не ходили по крестным селам с протянутой рукой. Меня, конечно, самой младшей, я в войну рождена, оставляли, запирали дома. Я от слез там надрывалась. Приходили с пустыми руками, потому что все были они еще подростками. Самый старший был 13 лет. Они были еще глупые. И пока дойдут до дома, то, что подавали, они сидят, а я оставалась с сыном. Мне уже нечего было дать. Сестра рассказывает, берет меня на руки, а я ей все лицо издеру и нос кусаю, жрать прошу. А дать мне нечего. Короче, вот так вот жили. Затем в больницу нас брала по очереди. Да, в больницу выхаживали. Я 7 раз за свое детство умирала. Оно всем на зло выжило. Детей эти, брат и братьев, детдом оформили. Спасибо, брат и брат у нас было. Взяли в детдом. Они детдом воспитались. А 8 лет там было. 8 лет. Много. Значит, с 40-го года и с 38-го года. Потом, значит, это... Ну, приходит, нам пришло извести о юбиле отца уже накануне. 13 марта. Он так там и остался в Германии лежать. И мы ни разу... В 45-м году. Не смогли попасть на его могилу. Да. Потому что он в Германии так и остался. Так и остался в баке лежать. Мы ни разу чветочки не возглавили. Весь холод, весь холод. Я вообще не ходила, не умела ходить. За 7 лет она не ходила. Да. И там была ничего. Я только с 7 лет научила учиться ходить. Сверстники пошли в школу, а я еще и учиться ходить начала. Ходить начала. Ну, кое-как-как она научилась и с 8 лет пошла в школу. Короче... Я, это, как Герасина, я пошла в общем... Да, на Далее. В первый класс сейчас, подождите, в первый класс пошла. Там год-полтора там отходила в разных сапогах. Потом, значит, все бросила, не в состоянии. Там одни взяли мне это, маленько пожить. Я у них там побыла, но я как бы, я плохо не жила, не голодная. Я все равно к маме стремилась прийти, убежала и опять домой. И опять через 4 года пошла опять в 3-й класс. Уже из первого пошла в 3-й класс. Уже большенькой стала. И работали, мы и в школу ходили, и работали на полях, на фермах. Постаршие эти сестры у нас постарше были. А она от 28-го умерла. Она все это, там на ферме, мы тут все помогали ему, все. С мужчинами косили и молотили цепами, и все на свете обрабатывали. И еще с 30-го года, сейчас 81 год. Она и тракторист, она и компаньер, она и коневод, все на свете. Вот так мы заплюгнулись. А есть нечего было. Да, совершенно. Мама вот у кого скот подыхал, она брала топор, шла от этой... За 10 километров ходила. И несла домой, говорила, выживите, будьте жить. А не выживите. Благодаря своей маме, она ничего не боялась. Она была у нас стойкой. И помочь ей совершенно некому было. Потому что у нас городок, все родственники. И потом, потом мы всех, если что, там прихватят, сажали ведь в тюрьму. А нас еще свекол там наберем, вот который там в окопах, там мы все ее закапывали. А хорошо у нас был эвакуированный председатель. Мама была такая стойкая, говорит, вы Степанин Максим, мы знаем, сам плакал, даже этот председатель плакал. Знаю, как вам трудно, говорит, жить, но вы, говорит, старайтесь, вы ничего не боитесь. Ехать, но меня не знаете, не выдавайте меня. Вот все так вот делали. Короче, как наша семья страдала, все в округе, в окрестностях деревня знали нас. Да. Потому что приходилось ходить. Голые, голые ходили. Подирались, подирались ходить. Вот честное слово. А подятую с какой-нибудь тряпкой? Спать нечем было. На салоне спали. На салоне поведение, на сене лежимы, когда летом поведение, одеваемся, которые вот, а ночью вообще на палате холкулы им, и совсем это есть нечего. Дед умирал без конца. Мама продала за кусок хлеба последний стакан. Да, да. И пузырь, лампу, лампу, что? Стекло, пузырь. Да. У нас вот, ну, совершенно пустая, пустая была, пустой дом. На полу сидели, на полу все. Ну, ничего, раз и отец у нее тоже, это, детство, нас. Катушку сажали потом. Шкурки. Набирали шкурки у людей в деревне. И сажали. Они нам очистки отдавали, а мы ее сажали. Ну, там мелочь вырастала, мы ее поедали. Семенного фонда, конечно, не было. И сажать опять нечего. Вот так вот каждый год мы шкурки собирали и сажали. Как мы прожили, дочь, не дай бог, вот до сих пор ничего не можем. Ничего, мама почти дожила до 90 лет. Почти дожила, вот такая была, сколько она перенесла, сколько всего. Ну, вот, жила, мы ее любили, до сих пор мы любили, любим и будем любить всех. А так, конечно, мы мало его знали. Мы с Чучей небольших были, мы мало знали. Как его взяли с войны, так он и там остался. Что, как, что, как, что, что, как, что, как, что, как, что, 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 как, что, сейчас лежит. Да. Да. Северо-западный или юго-западный. Ну, там лагерь, лагерь военных, пленных недалеком, лагерь. Да, там, вот, 13 марта, перед, этом месяц остался, вконече войны, нам объявят 45-м, 9-май. А 13-м май, священник. Мы попытались, чтобы как-то съездить, у нас же средств нету, в Германии съездили, но ничего не получается. Писали, писали, конечно, президенту. Писали, президенту просили как-то, ничего не отвечали. А как вы узнали о конце войны? Как вы узнали об окончании войны? Как встретили День Победы? Мы же это, я и не помню. Когда она кончилась война, я не помню. Я вот ее старца, она его смеет. Ну у нас горе было. Даже кончилась война, конечно, для всех это радость необыкновенная. Радость никакой у нас нет. Одни слезы, кои мы набывали, пока получили, что только отец поедет. Раз отца убей, убей, поди, поди, у нас горе было. И нам как-то не запомнили, особенно вот это. Ничего у нас не радил, ничего не было, чтобы дома сплотали. А положение изменилось после окончания войны? Какое положение? Работали после гриву. Чего? Работали после гриву, не учились. Вот старшая сестра 28-го года. Как кончилась, нам надо за 5 километров. Жили так в холоде, до 60-го года. Вот так, в нищете в холоде жили. Пока опеку встали. Не хотеть у нас нечего. Кое-как питались, картошка одну. То ее на воде сварим, то пожарим на воде. Вот так вот. И то, и то нечем сожрать, до каких пор был нечем сожрать. Ничего у нас. Ну, хуже быть не было. Люди нам корки давали от хлеба, а мама к вас делала, чтобы нам картошку приделали. Да. Вот такой вот класс. Никому, я и говорю, мы пережили. Это ужас, сколько мы всего пережили. Я помню, как мы ходили. Лепа нас все на блюде. Она своим говном все там надувалась. И ела, и все на свете. Ее брата и мы уводим. В рафитном состоянии. Рафит у меня был в последней стадии своего развития. Из-за него я до самой школы не умел даже ходить. И сверстники пошли в школу, а я еще только ходить учиться. Главное дело, что по 9-10 человек у нас деревни. Сейчас деревня, это не бабки моя. И главное, я вот о чем хочу сказать. Живот. Вот, значит, сестру все-таки чествует, приглашает и награждает. А я как бы не имею никакого отношения к этому. Меня отца отобрали. Никто не спрашивал и никто не интересовался, как я всю жизнь прожила. Я, у меня память даже плохая из-за этой войны. Я не могла даже поступить никуда после школы. Школу-то я кое-как закончила. Но не скажу, что я двойщицей была. Я старательная, поэтому за счет своего старания я все-таки 10-летка закончила. Но уж поступать я не боялась куда-то, потому что у меня память плохая. А из-за чего я старательная? Вот, вот, память плохая. Я сколько перенесла в своем раннем детстве. Если бы 7 раз помирала, то все равно выжила. А вот сейчас, как вы считаете, из-за чего началась война? Что? Как считаете, из-за чего началась война? С чего началась война? Из-за чего? Какие причины, по вашему мнению? Из-за чего? Я могу свое мнение высказать. Война началась, знаете, из-за чего? Я так считаю. Просто уперлись два барана. Гитлер и Сталин. Уперлись рогами друг друга. И столкнули два народа. Это твое мнение. Да, это мое мнение. Это мое мнение. Пусть, как война, может, прежде началась, чем они со Сталиным там договаривались. Но мы ничего не знали. Это уже сейчас. Мы ничего не знали. Это Гитлер там виноват. Но Сталин сам, как говорится, спровоцировал Гитлера на Россию. Может быть, он бы и не пошел бы, хотя у него амбиции были у Гитлера на весь мир. Он, может, и не пошел бы на Россию. И если бы, если он знал хорошо Сталина. Но он, если не знал, то нарвался. За счет Сталина, конечно, мы... За счет... А я только говорила. Мы выиграли войну. За счет Сталина мы выбрали войну. Но Сталина, он не считался жертвами народа. Он потом и страну на костях народа восстановил. Поэтому нам досталось детям. Нам досталось не меньше, чем кому бы то ни было. Кто там по детям вы считает. Да, кто там, да. Ну, а как вы считаете... И права, пусть меня осуждают. Но я так считаю. И умру со своим летом. А я вот смотрю все время, все время не смотрю. И мне обидно, что со мной никто сейчас не считается. Она ничего не считается. Я же тоже перенесла. Сейчас одна она стала жить. Мама умерла, сестра умерла, брат умерла. А дети? Они одни у них детей, она не выходила. Я как будто... Как будто никакого отношения не было. Брат тоже не женатый. Я без отца всю жизнь прожила. А учиться как было трудно. Был в армии. Я все равно пыталась выступать, учиться. Я-то не выходила вообще. Они как льгот ведь имеют. Они вот, вот она как ведь погибшая. Это хорошо, что мама... Мама, когда я сюда переехала, в Пензу, я приехала сюда в 54-м году. Дядя у меня мамин брат. Потом я стала тут муж, я вышла замуж. Работала на заводах, на Пензу, потом в связи 27 лет отработала. Вот так вот у меня все-то у меня дети делали. Семь человек все-таки, представьте себе. Одна умерла, даже не... В начале войны прямо умерла. Да, с голову. Полезнь какой-то не выдержала детство. 4 года я была. Там уж все слабые мы были. А сестры были уже вынуждены, едва став подростками, были вынуждены под Москву на торфяной добычу, это, под это, как там называется-то? Мытищи. Мытищи. Наниматься, ездить, чтобы хоть немножко приодеться. А то в мешковине они ходили. Какой мешковине? Когда мы за колосками поедем, пойдем, ну и все соберемся, берем с детям. А мама не шила вот этот транспортер, этот комбайн там вот бывает, вот такая, кожемитра. Мама не шила, я так вот плачу. Дождик прихватил с этим, нас там на лошадях, там ведь и были, как можно сказать, в каждой колхозе были тоже свои передовики и гоняли. Нас разгоняли, они там все живут, мы все вот остались с мужем, с семьей, а мы же что с мамой, у нас их 7 человек пока было. Ну мы пойдем там собирать. Они на лошадях приехали, вот так поставить на пердам дай лошадь. Я вообще, не знаю, я кричал кровой. И когда дождик прихватит, то у меня якобы пока бегу. Служители советской власти. Многие ляжки все в России. Служители советской власти. Конечно, бороться за мир. Пропагандировать все, что он должен быть. И конфликты никакие, не вступать. Ну у нас много вот этих каких-то... Не провоцировать. И жить в мире со всеми, как бы то не вели себя соседей. Договариваться, только что переговорами. Как со странами, видишь, вот там такие дела. Помогать как друг другу они должны друг другу. Вот мне нравится, нравится, как Путин политику с Медведевым ведут. Они миролюбивые люди, деловые. И правильно ведут себя в отношении всех соседей. Ну имею в виду... Я бы, например, их опять оставила. Со всеми странами мира. И ты так же говори. Мы бы их оставили опять руководить. Я согласна на их дальнейшее пребывание на своих постах. Скажите свое пожелание будущей молодежи сейчас. Молодежи, я так хочу сказать. Молодежь, пожелания. Я хочу сказать, что молодежь... Ведь не вся у нас плохая. Сейчас вот много наркоманов всяких. Но есть и хорошие ребята. Им надо как-никак стараться знать, учиться, продолжать. Ведь все у нас вот сейчас эти... Все кандидаты научных этих профессий, все старые стали, умрут. Кто же нашей страной будет руководить? Тем более все в Америку ехали. У нас полно уехали. Сейчас что-то у нас никого не стоит. Мы тоже переживаем. Как же вот наша страна будет жив? Я извините, хоть вы и к поколению молодых относитесь, но они очень довольны молодежью. Не совсем она такая. Ну а какие у вас пожелания будут? Какие у вас пожелания есть? Добрее быть, помогать. Ну, отзывчивее быть и как-то... В автобусах, в дорогах. Не возвышаться. Тем более над пожилыми людьми. Да. А вот сейчас в колхозах стоялись. Быть трудолюбивыми. А не так, как вот сейчас стараются все деньги. Так просто заработать. Амигархами. Ищут где полегче, а побольше получать. И еще хочу сказать. Вот сейчас молодежь учится. Сейчас вот открыли бы опять эти рогатюры, как их называть? Да как их называть? Вот это рогатюры, что ли? ПТУ. ПТУ-то. Да. Они учились профессиям. Каменчики там, малиры, стелеры, токари. Разные дела. Все бомбили, все. Но никто не старается. А чем их лингвидируют? Их нет. Нужно. Это для промышленности нужно. Вот эти вот. Для развития страны нужны все эти вот учебные заведения. Все. Большое спасибо. Интервью закончено. Мы вам много всего рассказали. И вам тоже спасибо. Спасибо большое. Ну а вы как о нас? Вот сейчас о нас сейчас как думаете? А я вот такие вопросы тебе тоже задаю. Как вы сейчас о нас думаете? Вот сейчас вот как мы вам сказали. Все рассказали правильно, мы вам рассказали. Сколько всего мы пережили. Что вы о нас вот сейчас скажете? Спасибо. Спасибо.